Спикер Госдумы Володин встретился с Золотовым. Очень интересно, да, то есть такая компания набирается. Володин, Кадыров, Золотов, Пригожин. Ну, Володин любит работать со слабоумными, ему это прямо вот в самый кайф. Его больше всего радуют слабоумные вокруг него, обожают дураков. Поэтому Золотов это самый то, самый его материал. Ну, вообще интересно, посмотрим, что будет дальше. То есть они готовятся, явно готовятся к какому-то силовому решению, и к нему готовится Володин. Но знаете, что самое смешное? Он к этому не готов, он этого сыт всегда. Всегда боится физически решать вопросы. Я их знаю лучше, чем кто бы то ни был. Да, поэтому он пытается окружить себя Золотовыми, Кадыровыми, Пригожинами, теми, кто может решить вопрос с силовым путем. Но до конца он все равно будет бояться, а поэтому напортачит, и все будет нормально. Песков заявил, что вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России и так далее. Очень это смешно. Да, какая новая опасность. Все старые еще не отбились. Два украинских подростка, которые попали в российские семьи, пытались вернуться домой в Украину. И одному это удалось, а другого задержали российские спецслужбы за границей. Представляете? То есть на границах. А один прорвался. Представляете, какой молодец? Просто молодцы. В ДНР и в ЛНР, вопреки обещаниям российских властей, начался весенний призыв. Указ о призыве граждан на военную службу 96-го 2005-го года подписал Пушилин. Представляете? Пушилин. Загреб срочников. Жесть, конечно. И командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца уволили с должности после внезапной проверки флота. Представляете? Даже Шойгу проверил флот и охерел. А даже Шойгу, который тупой и ничего не понимает. И то ему стало ясно, что там Тихоокеанского флота нет. Вот это прелесть. Просто прелесть. В Севастополе к десяти годам колонии приговорили военнослужащего, который выстрелил командиру в лицо после известия о гибели брата. То есть, этот командир придурочный запретил ему в одном отделении находиться этим братьям. Одного отправил на верную смерть, а потом второму не смог объяснить, зачем, почему он это сделал. Ну, тот взял морду и стрельбу. Ну, в общем-то, молодец, что я могу сказать. После помилования Путиным наемники Вагнера, наемники Вагнера убили двух человек. Да, я думаю, что гораздо больше убили. Вот в Цехинвале вечером 17 апреля убит инвалид ДЦПшник Валиев. И его убил вот этот Вагнеровец, который уже сидел за убийство. И его отправили на фронт. После фронта он приехал в Цехинвале и убил там человека. Ну, и так далее. Таких, помните, Кировская область. Там какой-то Росомахин тоже прибил кого-то, задушил соседку. Всех он запугивал. Там начальнику ВД говорил, что ничего не может сделать. Ну, вот так. Иркутский гарнизонный военный суд признал рядового Дениса Куренкова виновным в самовольном оставлении части или места службы. Но ведь Куренков этот забил на службу, хотя бы и на службу. И вместо того, чтобы взять просто тупо уехать, раз он там в Иркутской области, в Монголию, и там скрыться, да, и фиг бы они вот оттуда достали. Он не явился к установленному времени на место службы. И потом, значит, добровольно сдался. Прибыл в военный следственный отдел добровольно. Дурак, что-то, зачем? Это к пяти годам колонии общего режима. Он что, сумасшедшийся? Зачем? Ну, только таких. Ну, убежал и убежал. Что ты? И не ходил бы. Или тогда отлеживался на тюфяках. И никогда бы в жизни не нашли военнослужащего, который сбежал. Да кому он сейчас нахер нужен? Что, у них больше других дел, что ли? Ну, или, я говорю, свалил бы в Монголию, а потом нашел бы, куда бежать дальше. Там рядом, через границу. Что же проще-то? В Монголию можно уехать далеко. Даже уйти можно. Не только уехать. Там границу вообще не охраняют. Можно вообще спокойно совершенно уйти. И никто никогда из Монголии не отдаст. Ну, конечно, никто никогда. Это такое условное предположение. Но, по крайней мере, пока никого не отдавали. А там уж каких только нет. Субтитры сделал DimaTorzok